привет друзья и рад приветствовать вас на канале капитан герман сегодня у нас будет очень интересный ролик мы сейчас находимся на севере бали место называется лавина достаточно туристическое место про него у нас будет немножечко попозже отдельный ролик расскажем покажем супер классно но сейчас мы выдвигаемся и идем на барнео или на ту часть барнео большого острова барнео которая называется калимонтан калимонтан принадлежит индонезии что мы будем делать вас ждет сюрприз поэтому подписываемся на канал проверяем колокольчик чтобы не пропустить в будущем интересный ролик о барнео напоминаю что у нас было несколько роликов о том как мы провели время на ламбоке и на гили эйре гили асахан вы можете пройти по ссылочке и посмотреть как круто у нас было закончилось наше небольшое путешествие по ламбоку подели андрей со своей девушкой уехал уже на пароме домой а мы также идем на бали но на север нашим друзьям у которых мы немножечко постоим рядом с их локацией переход с острова гили на север бали в лавину был совершенно несложный расстояние небольшое проходится в рамках светового дня а в лавине мы закупаемся продуктами и будем выходить на барнео это достаточно длинный трип но прежде чем мы выйдем давайте я вам немножечко расскажу про наш маршрут потому что он будет пролегать в тех местах которые вообще не туристические туристы туда не приходят может быть пару лодок в год заходят и все мы выходим из лавины это север бали идем на гряду острову раз это север явы далее еще севернее на острова бавян и далее мы уже делаем офшорный переход на север в калимонтан или барнео наш трип занимает 435 морских миль заход на остров раз достаточно сложный мы читали по лоции и многие люди говорят что очень мелко на входе и мало того что мелко глубина до пяти метров но это коралл хэд то есть грунт не мягкий и есть шанс удариться килем поэтому мы были очень аккуратны и но тем не менее у нас получилось все успешно а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Есть места на которые мы заходим только для того чтобы переночевать И вот этот островок собственно таким и является Нам не очень было интересно ехать на берег Потому что вряд ли мы бы для себя что-то интересное увидели Но здесь нам показалось что есть риф на который можно сплавать и посмотреть Но все обычно нормальные места обозначены в лоциях Либо в каких-то форумах на которых общаются яхтсмены Данный остров не был обозначен никаким образом То есть есть подозрения что совершенно ничего интересного мы не увидим Но нам показалось когда мы летали дроном что сзади за нами есть какой-то риф Или даже просто песчаная банка Такая песчаная банка на которой стоят отдельные коралл хэби Ну и естественно мы решили сплавать на него и узнать что и как Потому что на том рифе который ближе к деревне там вообще ничего нету Совершенно пустое дно Лежат морские звезды Там какая-то небольшая растительность травы Но ни кораллов, ничего нет И мы решили сплавать на ту песчаную банку Которая нам показалась более перспективная Сзади за лодкой Но опять же вернемся к тому Что это место не обозначено нигде Как интересный снорклинг спот И в принципе так оно и оказалось Здесь действительно живой коралл Но он расположен на песке Вот такими отдельно стоящими головами И живет какое-то небольшое количество морских жителей Но нельзя сказать что вообще стоит сюда идти для того чтобы лезть под воду Но раз мы уже сюда пришли То решили посмотреть что же здесь можно посмотреть В общем смысла сюда заходить ради того чтобы нырять нет И в следующий раз если мы будем делать остановку в этом месте То уже под воду вряд ли бы лезли Потому что смотреть особо нечего Но как вы знаете в любом месте Когда вы проводите время под водой Все равно можно что-то увидеть Или просто покупаться Посмотреть на морских жителей Пару часов которые мы провели под водой Я не считаю что мы их провели зря Зря у нас есть уже опыт Мы понимаем что в этом месте находится И понимаем что в следующий раз будем ли мы заходить или не будем Всем доброго утра У нас очередной день Ночка была просто жесть Дуло сегодня почти 40 Даже сейчас уже когда все утихло посмотрите Сейчас уже где-то 25 Мы простояли ровно Там можно пару метров съехать Ничего критичного Очень хорошо заинкорились Это говорит о том что мы все сделали правильно Так все мы вышли У нас где-то сейчас час как вышло солнце И вот двигаемся на выход У нас сейчас я вам покажу по карте как это будет Вот так обходим сюда Потому что здесь у нас очень мелко А здесь говорят там около 10 метров глубины Мы сейчас выходим слева мель На которую вчера ездили нырять А вот здесь вот по прямой уже должна быть глубина Но по карте во всяком случае так Ну и выглядит оно как глубоко То есть минимально мы видели 13 метров В принципе мне кажется нормально Мы сейчас стоим У нас второй риф И полный на переднем Ну у нас передний в принципе это докатка Он маленький На метр короче чем наш стандарт И поэтому можно сказать что он стоит на первом рифе Во втором стоит у нас мейн И идем мы от 6 до 7 узлов То есть у нас сейчас оптимальные настройки И по погоде и по всему Класс Волна не очень большая Она есть но такая себе И угол к ветру Где-то градусов 120 И вот таким вот курсом мы будем идти До нашей следующей остановки Мы поставили нашу колечку Это код зеро Видите какой он красивый Доживает свои последние деньки Потому что у него это уже такой парус Тяжело ему живется Вот там вот кстати говоря Давайте я вам покажу Вот мы сейчас идем У нас 40 метров Видите Вот чуть-чуть ближе к нам Там где-то метров 200 Такое ярко зеленое Здесь глубина 10-13 метров То есть мы идем пока по глубине Но туда ближе подходить не хочется А вот там на горизонте гора Это Ява То есть это уже ее последняя часть острова Ну а мы идем туда по прямой Уже на острова в сторону Борнео Вот мы сейчас расходимся Справа от нас идет пассажирский 100 метровый Это ферри паромчик Он идет со скоростью 12 узлов Проходит мимо нас А мы идем по контуру глубины Сейчас 25 метров Видите какое тут все зеленое И мы идем по мели И все вот эти ферри обходят нас по старборду Потому что здесь для них мелковато А мы пользуемся срезаем И вот вы видите там вдалеке это Ява Мы ее вот так вот по касательной проходим И уходим В принципе мы сейчас практически на нашем курсе И уходим туда на север У нас пересекающийся курс вот с таким грузовиком Но так как приоритет у него Мы его пропускаем Мы шли параллельно с ним А потом когда он подошел ближе Просто повернули на 90 вправо И пошли обратно на наш курс То есть вот он сейчас перед нами переезжает У него даже радар не крутится Вот это я понимаю Сила воли Доброго утра У нас очередной день Ночью ничего интересного не было Один раз раздуло Вставили паруса Потом их собрали В общем сейчас ветра нет Идем на моторе Единственное у нас есть некий Интересный опыт Смотрите Я положил сюда наши бинбеги И получилась замечательная Великолепная кровать На которой можно спать всю ночь А если учесть Что здесь еще Можно сделать спальную кровать Так вообще великолепно Ну а у меня начинается день с кофе И так его и будем продолжать У нас открыт код зеро Такой большой парус Ветра очень мало Но он нам все равно Там порядка одного узла добавляет Пока мы мотор еще выключить не можем Так что у нас такой мотор сейлинг Видите перед нами лодка идет Мы с ним расходились Мы сейчас взяли Где-то градусов 30 направо Потому что он даже на радио Вообще не отвечает Ну вот сейчас мы с ним разошлись Я сейчас подверну опять Буду подворачивать налево Потому что у нас вот Парус там Болтается Он сейчас надут Но у нас угол к ветру Там минус 165 То есть такое себе Ну тут пора уже подворачивать Вот буйочки Мимо прошли Вот мы приехали Стали на островочке Посмотрите как здесь красиво Вот это у нас будет сегодняшний вечер И сейчас мы сюда придем И будем смотреть Что же здесь на этом великолепном острове Такого интересного происходит Стоим мы на 24 метрах Вывалили 80 метров цепи Зацепились хорошо Тут есть слева маленькая деревушка Ну сейчас приедем Посмотрим что здесь происходит Стоим на островочке Стоим на островочке Стоим на островочке Дometers Стоим на островочке Компания Субтитры сделал DimaTorzok 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 Действительно здесь очень большое количество людей И вообще, кстати, я был очень удивлен В Индонезии очень развит внутренний туризм То есть люди прилетают даже с Явы или с других островов для того, чтобы посетить некоторые места Но такие островочки, как Данный, это в основном для отдыха местных То есть рядом есть островок, на котором достаточно большая деревня Но это в основном рыбаки, они сюда не приезжают А вот люди, которые живут там в маленьком городе, либо в селах Бавиана Они с удовольствием проводят время здесь Это мусульманская часть Индонезии Кстати, пиво тут не продается и вообще на берегу такие маленькие варунги, рестораны И вы можете в них купить достаточно базовый набор такого мусульманского питания Которое, ну скажем так, на любителя То есть какие-то в них тут растворимые вермишели продаются Ну такое Кого я здесь встретил? Вот так идешь, идешь И встречаешь Тут у нас Дина Привет, Гата Привет, как тебе здесь коса? Такие достучие эти ребятня Они каждый со мной персонально сфотографировались И все вместе, и каждый по отдельности Вот эти что отплывают Ну да Такие дни Со мной они тоже фотографировались, да? Да, а дрон сколько восторга там вызвал Уже, она тут миленькая, но с ней так жарко Ну жарко Где у них дельфин такой? Ну да, это у них крышка этот Ничего себе Ты приблизиться можешь этого? Нет, ну может как-то получится Я такого еще не видела Ну у них там посредине видно прыгающий дельфин Слушай, красиво так на фоне солнышка елит Фото, фото сейчас нет Наконец-то фото Фото, фото, фото Фото, 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 фото Субтитры создавал DimaTorzok 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 Деревня, в которую мы приехали Называется Деса Лабухан Деса – это деревня Где-то в 3-4 км в сторону От этой деревни Есть большой город Я думал, что это город Хотя написано Деса Тимбак Соответственно Деса – это деревня Тут на береговой линии Большое количество местных рыбацких лодочек Они все такие красивые Замысловатой формы И вообще здесь в Индонезии Очень сильно лодки отличаются от места к месту То есть Даже где-то 20 миль Соседний остров Форма будет уже скорее всего отличаться Вокруг всего острова Проложена такая дорога Которая уложена плиткой И мне показалось Это классно Но местные жители сказали, что за счет того Что эта плитка постоянно проваливается На грунте Они хотели бы видеть асфальт по городу Сколько надо я запишу В данной деревне есть несколько магазинчиков И парочку ресторанов Но они все на такой местный манер Место совершенно не туристическое Единственные лодки, которые они здесь видят Это такие вот Как мы приходим для того, чтобы По пути пройти на Борнео Либо дальше туда, к Сингапуру Люди здесь живут Такой достаточно простой жизнью Рядом с деревней Рисовые поля Сейчас они видно Убрали урожай И вы видите то, что осталось Вот этих полей Но когда будет следующий сезон Они его засеют Здесь будет все такое зеленое По стилю Это мусульманская деревня И вот традиционно Вы видите все такое в плиточке Почему-то мусульмане очень любят Есть небольшой пляжик Но достаточно много мусора И большое количество местных рыбацких лодок Потому что я так понимаю Это единственное, чем они здесь занимаются Такие вот деревянные колеса и лафет На котором они свои лодки вывозят на берег Ну в общем Здесь интересно тем, что Скорее всего Вы в такие места не попадете Потому что Так как я уже раньше говорил Места нетуристические И сюда люди не приходят Потому что делать здесь нечего Но для нас Для эхтсменов Мы когда заходим с воды То попадаем в совершенно другие места Вот сейчас вы видите лодку В этой коробке Это мотор А рядом с лодкой Параллельно идет вал И они здесь на таких лодках Раньше ходили только на веслах А сейчас начали ходить Уже используя конечно двигатели Двигатели шумные Не самые эффективные Но получается Рыбакам перемещаться На большие дистанции Чем на веслах Доброго утра У нас очередной день Мы выползаем С этого великолепного островочка Который сзади У нас Вы все видели как там Место интересное Но особо делать нечего Мы решили там На водопады Которые везде одинаковые Не ехать В общем мы выдвигаемся Сейчас у нас рассвет Вот вы видите Какие сзади у нас Контрастные горы И валим на Борнео До Борнео Нам 150 морских миль Не знаю что там по ветру Вроде ничего не обещают Короче Мы едем на Борнео Так у нас спереди Вон буксир Тащит баржу с углем Мы так отвернули Немножечко правее Чтобы пройти Сзади по барже Потому что он идет У нас сейчас влево Мы так чуть-чуть вправо едем А у нас Впереди по носу Какой-то Грузовичок Мы с ним расходимся На расстоянии 1,8 миль А левее От него Так вот На горизонте выделяется Это буксир Тащит баржу И что-то мы его Вообще не видим Поэтому Подойдем поближе Будем смотреть Может быть придется Отвернуть Он спереди идет Мы От него Недалеко Расходимся 1,2 мили Вот Такое Вот у нас здесь Суденышко Грузовое спереди В общем Мы его пропускаем Обходим его сзади А он Проходит у нас по носу Идет налево А вот этот буксир Буксир с баржей Которые проходят Перед нами Такое вот Большущее А вот С этой стороны Еще один корабль С которым мы расходимся Ну Они все есть на аисах Поэтому все окей Но Здесь есть только буксир Баржи нет Такая большая Класса Прикольно У нас тут сейчас Все супер остросюжетно Мы тут Чуть не наехали На какие-то сети Потому что Их тут размотали По всей Длине И Здесь какая-то акватория Мы находимся 100 миль от берега Куча рыбаков Какие-то сети Буйки Вот на воде Змея Это уже пятая Пятая змея Пятая змея Да Змея скорее всего ядовитая Как ты думаешь? Ну Я вообще не привыкла Встречать в открытом море Змею Здесь глубина 60 метров Поэтому Здесь все необычно Ну и сети Типа 100 метров По две Ой 100 миль от берега Тоже не очень привычно встречать И мы уже встретили две Ждем третью Минное поле Ну да Тут очень странное место Удра Спал я здесь Сегодня Вот тут На подушечках сидеть конечно удобно Но спать долго неудобно Мягкая И спина проваливается Но встаешь такой весь помятый А все потому что Тут очень много Рыбаков Ловушек Сетей И прочего вот этого Вот в общем Спокойная ночь не была Вот пришлось Сидеть Смотреть Просыпаться Ну в общем Такое Тяжело было Ну ничего Нам осталось Там где-то миль 50 наверное До Борнео То есть идем мы Четыре узла Если будет такая скорость у нас То дойдем еще засветло Если будет встречное течение Будем уже заходить в темноте И заходить у нас там будет якоринг Просто Вот такая плоская вода Как сейчас Заходим От десяти метров до двух Будет Такой перепад На протяжении шести миль Просто идем 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 И швыряем якорь Стали А на утро уже будем идти Дальше в город Когда настолько ровная вода И очень-очень жарко Потому что ветра нету вообще Я решил открыть купальную платформу Потому что вы видите Волны даже не заливают на саму платформу И немножечко освежится Вообще так мы делаем крайне редко Но так как у нас есть Дина Которая в случае чего меня выловит То когда жарко Можно себе иногда такое позволить Это очень Вот я стою и ступенька параллельно А ты что купаться не будешь? В воду не полезешь Почему? Я в душе только что была Это вообще не о чем Я экономлю прессу Ты Давай Давай Не? Не хочешь? Можешь тебя выкинуть тогда? Себя выкини Мы сейчас расходимся У нас по портсайду идет буксир И тащит какую-то баржу за собой Но проблема в буксирах то что там написано что это так и ты идешь и видишь его но то что он там сзади с собой что-то тащить не видно и у этих барж обычно но есть огоньки такие спереди на носу но из трех или четырех которые мы видели по моему только один или два имели эти огоньки то есть грубо говоря непонятно если хочется обойти этот буксир прямо резко сзади то лучше так не делать то есть если видишь буксир то нужно подумать что за ним может получиться какая-то херобора в общем нужно вот в этом плане быть внимательными так теперь что у нас здесь с другой стороны стоит на якоре такое рыбацкая прямо страшная и здесь вот рыбаков раз два три 4 5 их много ну и так спереди там есть в индонезии очень интересная форма рыбацких кораблей причем в зависимости от региона они все разные но они очень красивые такой высокий нос все разрисованные в общем рыбаки тут очень любят свои лодки здесь они называются капаль лаут капаль это корабль лаут это море на бахасе в общем их тут очень много ловят рыбу самыми разными способами бросая сети но вообще для яхтинга это такой большой геморрой потому что постоянно ты обходишь эти рыбацкие ловушки все какие-то буи которые они накидали и вообще они делают для нас для их смена очень большое количество проблем и очень это неудобно сейчас один из таких рыболовецких кораблей проходит мимо нас у него интересно то что течет такое количество воды видимо он дырявый насквозь это деревянные суда деревянные суденышки и если он не будет сливать эту воду то наверное утонет минут за 15 потому что из него течет такой напор воды который ну в разумных пределах зашкаливает у нас скоро будет закат до барнео 15 миль и берега еще не видно совсем но видно наш курс и немножечко солнце поэтому подождем еще часа три уже будет темно и мы только подойдем к бухте а внутри бухты до города нам еще порядка 40 миль еще идти долго то есть мы сегодня будем кидать якорь посмотрим максимально далеко зайдем глубь бухты но там очень мелко попробуем сделать это безопасно но пока великолепный закат чуть-чуть позже покажу еще как он плюхнется за горизонт вот солнце у нас плюхается сейчас за горизонт наверное не очень на gopro хорошо видно потому что он далеко но оно такое красненькое у нас сегодня вау сейчас мы идем это как-то свет сделаю в общем мы уже заходим внутрь у нас здесь сестра сюжетника вот это у нас глубина за встречу идет паром пассажирский вот они расходятся с этой стороны у нас буксир который тащит баржу и в общем ну как-то с этой вот всей кучей расходимся вместе больше всего радует глубина 86 метров до берега у нас больше десяти миль и вот это вот 86 должно плавно уйти на ноль но я думаю что мы сейчас на отливе находимся на самом и еще где-то три мили мы да там 2 и 7 пройдем и будем уходить в сторону и где-то метров на 7 будем бросать якорь чтобы до утра переночевать а уже с утра дальше выдвигаться уже внутрь реки и ночью не сильно хочется ходить пока в общем пытаемся здесь просочиться в глубину вот эти наши два парома сейчас они между собой расходятся они проходят у нас по левому борту по портсайду мы сейчас идем по прямой там спереди маленькая зеленая лампочка непонятно кто это идет в общем ужасно а а еще у нас по старборду какая-то хер зеленая мигает так все мы стали не знаю что вам показывать вот там есть лампочки это ходят баржи мы стоим на 9 метров глубины короче все стоим так до утра с утра рано встаем и сваливаем отсюда так доброе утро мы тут проснулись якорь их тут конечно великолепный смотрите мы стоим под нами 8 метров глубиной там будет восход берегов не видно очень интересно просто тупо стоим посредине моря океана я думаю что это конечно интересно на 8 метрах стоять посредине нигде ну пора валить 10 миль до берега так нам сюда до входа в реку 30 мили 0 до 0 0 0 0 0 Так вот спереди вход на остров Борнео. Мы ему показали, что у нас удочки, он хотел сзади пройти, а он такой раз и объехал нас по носу. То есть человек правильный сделал выбор. Так, Лярма-Лябомба, у нас меньше 6 метров глубины. И вот вы видите, там мыс, ну край там лес какой-то. И там у нас начало реки. И сейчас мы вот так вот попетляем. Но у нас здесь на входе там будет может быть даже меньше 4 метров. Короче, очень все остросюжетно. Так, у нас спереди на час латеральный буй, который обозначает сейф-вотер. Ну, не знаю, что они имеют в виду под сейф-вотер. У нас сейчас глубина под нами 5,5 метров. А после него будет уменьшаться и до входа в реке. Вообще, по милям, ну здесь мат, все-таки мягкий грунт. Но очень не люблю я ходить. Я люблю, чтобы у меня хотя бы 10 метров подо мной было. Но иногда вынужден лазить вот как есть. Мы сделали поворот. У нас 2,2 мили. Вот видите, это до выхода. Она чуть-чуть глубже. Если здесь у нас везде ждет 4, то здесь уже будет 5,3. Главное, сейчас у нас 5. Главное, не смотреть на эхолот, потому что это будет страшно. Вот справа, вот там вот находится латеральный буй. Это зелененький буй, который уже обозначает вход в фарватер реки. Река идет вот туда за мыс. Ну, вот, собственно, мы прошли вот эту часть от буя сейф-вотер. И дальше уже идем внутри реки. То есть сейчас у нас чуть-чуть увеличивается глубина. Если было 4, то сейчас там будет и 5, и 7. И нас ждет спереди еще один мелкий участок. Выглядит это все, конечно, как открытая вода, но здесь супер мелко. Так, сейчас мы расходимся с каким-то местным рыбачком. Мы уже идем по вот этой речке. Хотя это еще и выход, но уже чувствуется встречное течение. Такое порядка там, наверное, узла. Начали тормозить, добавил чуть-чуть оборотов. Ну, в общем, пока ползем вперед. И мы сейчас будем поворачивать налево. Слодочка с нами расходится. Называется Second Sun. Второе солнышко. И вот он ползет вот прямо навстречу. И так прямо ползет по мели, как будто у него все хорошо в жизни. Так, вот тут у нас этот край, Leading Glide. Нам вообще вот куда-то туда, но здесь есть очень мелкая часть, около трех метров глубиной. Я по этому поводу очень сильно переживаю. А вот это вы видите, это такой мыс. И за ним большая-большая акватория. Сейчас мы туда заедем, я вам покажу назад. То есть там прямо огромное такое, как бухта, озеро такое. Так, вот проходим. И вот это все. Это такое внутреннее, внутренняя бухточка. Давайте я вам на карте покажу. Вот оно, вот это вот все. А здесь что это? Здесь село Кубу. Наверное, это глагол. Что ты делаешь, Кубу? Так, вот мы сейчас прошли вот этот зеленый латеральный. Выходим, у нас вот здесь идет Leading Glide. И мы по нему будем идти. А зеленый буй, вот там есть рыбачок, он возле него стоит. Мы его прошли и повернули направо. И нас впереди ждет сейчас глубина в 3 метра при осадке 2,5. Так, глубина уже 4,5. Вот здесь справа 2,8. Здесь уже более-менее прилично. Мы проехали сейчас вот этот вот участок. У нас 4,4 была минимальная глубина. Меньше не было. И вот этот 3-метровый, который мы переживали, тоже не было. Сейчас под нами 6,7. Мы вышли вот уже на достаточно глубокий участок. У нас расхождение. Это у нас кто? Это у нас Salty Ginger. Мы сейчас будем расходиться с парусной лодкой. Это Selling Bot. 14 метров написано на Аисе. Я вам сейчас его покажу, как будем с ним расходиться. Дина! Соленый корнеплод, соленый корнеплод. Вот сейчас мы расходимся. Слева от нас идет лодка. Это Salty Ginger. Ну, мы расходимся с ним далеко. Здесь очень широко. Нам с этой стороны до берега тоже далеко. В общем, и тут глубины достаточно большие, там около 8 метров. Поэтому мы уже тут чувствуем себя королями. Мы идем туда, и потом река будет поворачивать налево. Порт, в котором загружаются баржи и буксиры. Вот они все тут стоят. Так, с правой стороны у нас баржи. А вот здесь, смотрите, большие грузовики стоят прямо на песке. Видно у них там ремонт, обслуживание. Прикольно. Река начинает сужаться. Вот, вы видите, левый и правый берега. А дальше нам нужно будет поворачивать направо. И нам еще 4 мили до города Кумаи. Мы идем по речке. Это где-то еще час наша. Скорость 4 узла. У нас тут так хорошо ветерочком подуло. Открыли парус. Идем по реке под парусами. Ну, вернее, только под одним. Потому что у нас угол к ветру. Градусов там 140. Можно и мейн открыть. Но нам его через пол мили собирать. Он у нас, кстати, после ремонта. И ремонт был у нас сделан на Бали. Мы вроде сделали все симпатично. Там вот слева город. Называется Кумай. И туда мы, собственно, идем. Здесь перед городом такая небольшая промышечка. Какие-то заводики. А там город такой достаточно приличный. А река здесь где-то метров 400 в ширину. Мы идем ровно посредине. Глубина больше 10 метров. То есть мы идем вообще, ну, вот как великолепно. Там спереди вы видите баржи. Мы их обходим, оставляем их по старборду. И будем искать там якоринг. До якоринга где-то около трех миль напротив, собственно, этого городочка. И там мы посмотрим, проведем какое-то время. Посмотрим, что здесь есть интересного. Береговая линия. Деревья, кусты. Тропическая, красивенькая. В общем, ну, не горная рельефа. Нету. Такой одноэтажный лес. Кораблик стоит Пиртамина. Это топливо он сюда привез. Вот здесь там два катера по Лисе. Баржи стоят. Здесь, короче, смотрите, как получается. С левой стороны находится город. Перед городом топливный терминал. И сам город находится немножко дальше. Такой он чуть-чуть промышленный. С правой стороны якоринг. До города стоят коммерческие. Ну и уже там чуть-чуть дальше, уже в городе. Вот вы там видите, это стоят яхточки. И мы туда идем. То есть, как бы яхты стоят напротив города. Там, где идет аксесс на берег. То есть, где-то можно тузик поставить и все. Вот так вот здесь организована жизнь в этой акватории. Нельзя сказать, что это супер живописно, но невероятно интересно. Потому что нечасто мы ходим по рекам в середину Борнео, Калимонтаны. Это невероятный остров. Я про него вам расскажу попозже. Но здесь огромное количество эндемиков и животных, которые находятся именно здесь. Но пока мы видим только город. Вот этот буксир называется Киджан Мас Лима. Что означает олень золотой 5. То есть, 5 золотых оленей. Вот такая вот история. Не хватит ли? Так, что у нас тут? Лодочки стоят. Лодочки стоят. И мы стоим. Нормально. 12 штук? 13. 13, класс. Класс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok